Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Прививку необходимо сделать в ближайшие дни. Непростая эпидемиологическая ситуация. В республике продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ушел из жизни заслуженный художник России, член Союза художников страны, автор герба Карачева-Черкесии Умар Мижев. Накануне начала всероссийской переписи в население идут последние приготовления. А стартуют все важные и масштабные события для нашей страны уже завтра. Знать культуру, историю своего народа нужно с глубины. Какими должны быть современные подходы в реализации курса основ религиозной культуры и светской этики. На сегодняшний день в Карачево-Черкесии непростая эпидемиологическая ситуация из-за роста заболеваемости, заявил сегодня на пресс-конференции главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов. Он принял решение о категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Также сообщил о важности соблюдения всех санитарных норм, чтобы сдержать рост развития эпид-процесса. О том, кому необходимо пройти вакцинацию и будет ли введен карантин, узнавал Алихан Лепшоков. С августа начался подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В среднем ежедневно регистрируется до 60 случаев ковида. Главный санитарный врач Карачева-Черкесии Сергей Бескокотов подчеркнул, что в возрастной категории среди заболевших в основном трудовое население. Я принял решение о необходимости расширения контингента лиц жителей нашей республики подлежащим обязательным прививкам против новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что при анализе возрастных групп, которые чаще всего болеют, мы установили, что больше всего заболевает именно работоспособное население. Это лица возраста от 30 до 60 лет. Данная категория граждан очень часто контактирует и не соблюдает все эпидемиологические меры, заверил главный санитарный врач республики. Поэтому все они должны пройти вакцинацию. Также Сергей Бескокотов рассказал, что они отслеживают ситуацию по заболеваемости, в частности в образовательных учреждениях региона. Дело в том, что большое количество преподавательского состава, более 80%, было привито у нас еще в летний период этого года. Поэтому среди преподавательского состава очень незначительно заболеваемость, в основном среди тех, которые по каким-то причинам не привились или имеют медотводы. А то, что касается детского населения, заболеваемость у нас выросла незначительно, где-то на 21% примерно с начала этого нового учебного года, то есть за сентябрь-октябрь. Пока вот каких-то таких решительных мер мы не предлагаем, но все будет зависеть от развития ситуации. Также жители от 60 лет, которые очень часто заболевают коронавирусной инфекцией, тоже должны будут пройти вакцинацию в обязательном порядке. Для них создадут мобильные бригады, которые будут приезжать на дом или дежурить на улицах. Прииваться можно без проблем, даже не посещая поликлинику и не стоять в очередях. В завершении главный санитарный врач республики обратился к жителям, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. Хочу обратиться к жителям и гостям нашей республики. Сейчас у нас очень высокий рост заболеваемости. И в основном происходит это из-за людей. Во-первых, те, которые не соблюдают меры предосторожности, посещают общественные места, включая такие, как свадьбы, поминки, без защитных средств. Находятся в общественном транспорте, в магазинах, в аптеках, без масок. А также тех людей, которые до сих пор не сделали прививку. Прививку необходимо сделать в ближайшие дни. Вакцина в республике есть. Прививка абсолютно бесплатная. Помимо этого, есть подъем заболеваемости сезонным гриппом. Поэтому также необходимо привиться, чтобы увеличить иммунную прослойку среди населения. Только так мы сможем остановить рост эпидемии, отметил главный санитарный врач региона Сергей Бескокотов. Алих Алипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 26 266 человек. Из них 23 092 выздоровели. 914 человек госпитализированы. Печальная весть. Ушел из жизни заслуженный художник России, член Союза художников страны, автор герба Карачаева-Черкесии Умар Мижев. Своих произведениях художник вдохновенно воспевал и прославлял красоту родного края. Рассказывал о людях, живущих в родной республике. Работы Умара Мижева воплощают связь с родной землей, и отображают основы народной жизни, преемственность поколений и одновременно проникнуты современным мироощущением. Умар Крым-Гиреевич – участник многих всероссийских выставок. Художник-постановщик более 20 спектаклей. Автор-оформитель более 40 книг. Творчество Умара Мижева навсегда войдет в историю как Карачаева-Черкесии, так и России. А память о нем будет жить вечно. Сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 18-23, выше нуля. В Черкесии без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 19-21 градусов тепла. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 14 по 17 октября. В Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года. Без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Яркие образы в новой коллекции шуб и пальто. Рассрочка на весь ассортимент. Всегда низкие цены. Ветские меха. ТЦ «Панорама. Первый этаж». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Уже завтра стартует первая цифровая всероссийская перепись населения. Специалисты Росстата нас не только посчитают, но и будут уточнять социально-демографическое, семейное положение, образование и многое другое. Всего 23 позиции. Эти данные необходимы, чтобы знать, как развивать экономику, социальную сферу. Итак, главная цель масштабного мероприятия – зафиксировать портрет населения России по состоянию на октябре 2021 года. Об истории значимости переписи в репортаже Аллы Динаевой. Впервые перепись населения в нашей стране прошла в 1926 году. А всего в Советском Союзе она проводила 7 раз. А после распада СССР впервые состоялась в 2002 году. Тогда же и Госдума приняла закон о всероссийской переписи населения. И с тех пор... Каждые 10 лет в октябре в нашей стране традиционно проходит всероссийская перепись населения. В этом здании работают люди, которые провели не одно подобное масштабное мероприятие. И сегодня, накануне начала всероссийской переписи населения, идут последние приготовления. Какие – мы сейчас узнаем. В коридорах управления Северокавказ-Стата идеальная тишина. Только телефонные звонки нарушают ее. Но это не означает, что здесь бездельничают. Нет. Скорее наоборот. Все буквально завалены документами и сосредоточенно трудятся за компьютерами. Ведь на них возложена большая ответственность. Точно, внимательно и скурпулезно. Они проведут массовое анкетирование жителей. А это цифры, цифры и цифры, от которых зависит сегодняшняя картина и, конечно, будущее нашего государства. В этом году предстоящее, которое у нас завтра начинается, кардинальное отличие – это, мы говорим, первая цифровая перепись. То есть в ходе этой переписи будут задействованы электронные устройства. Переписчики пойдут в народ с планшетом, на который закачана база его счетного участка. Начальник отдела организации переписи и обследования Кулистан Шадакова рассказывает, что вся территория республики разбита на счетные участки, и за каждым закреплен человек. С 15 октября планируется, что пойдут в народ 897 переписчиков. Есть резервы и стационарные участки, где еще 150 человек будут вести анкетирование. Граждане, которые постоянно проживают в республике, будут отвечать на 23 вопроса. И основные из них сохранились с прежней переписи. Добавлены и новые, касаемо образования, источников средств к существованию. Это не размер дохода. Имеется в виду, работает человек, самозанятый или пенсионер. Есть в анкете еще один новый вопрос. Национальный язык, как вы в повседневной жизни им пользуетесь, это тоже новшество. Потому что, чтобы понять, насколько необходимо скорректировать программы по родному языку. Не говоря о том, что у нас есть малые народы, для которых очень важно сохранить и иметь статистику по ним. И поэтому вот такой вопрос тоже, это новшество. Сама процедура переписи займет не более 15 минут. Принять участие можно и на портале госуслуг или в МФЦ, где граждан будут встречать волонтеры. Это еще одно новшество этого года. А неизменным остается атрибутика переписчика. Удостоверение личности и экипировка. Это жилеты и традиционный шарф. Ведь перепись проходит осенью, а это время, чтобы носить красивый теплый шарфик. Результаты предыдущих переписей, и это не только в России, показывают, что замужних женщин больше, чем женатых мужчин. И люди любят занижать свой возраст. К сожалению, такой момент есть. Если мы проникнемся сознанием и внесем свою крупиночку, то государству будет что анализировать, что развивать и что планировать. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Сегодня православные отмечают покрова Пресвятого Городицы. К этому дню приурочили мероприятие. В Центре образования номер 11 прошел семинар для учителей, преподающих основы мировых религиозных культур. Подробности у Карчи Беджеева. Основы мировых религиозных культур. Этот модуль является лучшим выбором для школ Черкесска, так как позволяет учащимся познакомиться с религиозными культурами жителей России, считает протеерей Александр Нартов. Благочинный Северного Карачева Черкесского округа уверен, что на таких уроках дети с малых лет лучше смогут узнать о религии разных народов. И это будет способствовать укреплению добрососедских отношений между людьми. А учителя, знакомя ученику с другими культурами, должны делать это максимально объективно и непредвзято. В рамках курса «Основы мировых религиозных культур» преподается детям, рассказывается о разных культурах. О культурах народов России. А это культура и исламская, и православная, и буддийская, разные культуры. В этом году Покровская церковь участвовала в конкурсе православной инициативы и выиграла грант, с помощью которого и проводится данный семинар. Призваны дать учителям дополнительную информацию об их предмете. Уроки религиозных культур помогают не навязывать идеи, а наоборот, воспитывать толерантность среди людей. Как отмечает протеерия Александр, более основательное и разностороннее знакомство ребенка с родной религиозной культурой в основном должно происходить в семье, в очаге традиционных устоев. Все-таки главное и изучение родных языков, это то, как мы будем общаться с нашими детьми в семье, и какие мы правила, устои им будем проявлять. И это все тогда легче будет и в детских садиках, и в школах нашим учителям. На семинаре протеерею Александру вручили благодарственное письмо министра образования и науки республики, а также наградили победителей конкурса пятых детских сергиевских чтений. Школьникам вручили грамоты и медали за их активность. Знать культуру, историю своего народа нужно с глубин, с истоков. Им интересна особенная часть экскурсий, когда мы посещаем храмы различные, знакомимся с устройством храма, с какими-то народными традициями, православными традициями. Поэтому большой интерес у детей к изучению этого предмета. Учащиеся получили книги православной святыни Карачева Черкесии. В них описана краткая история христианства в нашей республике. По мнению авторов, книга может быть использована как дополнительное пособие на уроках, посвященных разным культурам. Ведь гораздо интереснее узнать о памятниках истории из официальных источников. Арча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачева, Черкесия. В разгаре теплые осенние деньки, но впереди зима и пришло время утепляться, а именно приобрести шубу на выгодных условиях. В Черкесске в Центре развития предпринимательства на Горького 8 открылась меховая выставка «Снежка». Новые коллекции меховых изделий оценивала Альбина Ламкова. Выбор шубы из ценного меха «Норки» огромный. На выставке «Снежка» в Центре развития предпринимательства на улице Горького 8 представлены полностью обновленные изделия из разной длины. Например, тут можно подобрать утонченный полушубок из «Норки» или роскошную шубу в пол. Также есть модели с капюшоном и элегантные шубы с воротом-стойкой. Рада вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Мы привезли большой, полностью обновленный ассортимент меховых изделий на сезон 2022 года с гарантией прекрасного качества, разной длины, цветов, любых фасонов, от классики до ультрасовременных моделей. Размеры от 40 до 66. Также имеется ассортимент меховых жилетов, которые мы с удовольствием дарим каждому покупателю. На выставке «Снежка» идеальные условия для приобретения шуб. Рассрочка предоставляется до трех лет без переплаты. Изделия изготовлены в России. На каждой из них имеется сертификат качества и электронный паспорт. Шубы разной длины и фасона можно приобрести по идеальным условиям. Только на выставке «Снежка» предлагают рассрочку до трех лет без первоначального взноса и переплат, плюс меховой жилет в подарок. А самое главное – никаких дополнительных банковских страховок. В наличии имеются шубки различные. Самая популярная модель – это модель «Трансформер». Всем уже известная, мы здесь постоянно не первый раз. То есть можно укоротить, будет курточный вариант, также длина рукава до три четверти. И платеж вот на такую шубку – 3,400-3,500 в месяц получается. То есть доступно на три года без переплаты. Вот такая, допустим, шубка классика. Тоже получается ежемесячный платеж – 3,000. Ассортимент на выставке «Снежка» действительно превосходит все ожидания. Успейте купить шубу, так как продажа будет осуществляться по 17 октября. Каждый день с 9 до 20 часов в Центре развития предпринимательства. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение остросюжетного фильма «Тайна лилит». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин